Доклад сегодня называется «Новости холодного ядерного синтеза». Значит, за последние несколько месяцев, после того, как мы этому посвящали наше одно из заседаний, произошло несколько достаточно важных эпохальных событий, связанных с ЕКАТом, катализатором энергии Россия, так называемой. Но самое главное, всех поздравляю, что вроде бы действительно началось серийное изготовление этих катализаторов. Действительно, на каком-то заводе, в какой-то компании, ну, там названо на сайте, собственно, Россия, то есть ЕКАТа, да, началось серийное изготовление этих самых установок. Кроме того, они изготавливаются без участия самого Андрея Россия, и оно показывает, значит, те же примерные характеристики, о которых он говорил. Это первое. Вторая, которая новость была, но она уже не новость, и порядка два месяца, группа независимых экспертов, в первую очередь, там доминировали шведские ученые, проводила независимые испытания установки Россия еще зимой. Что они делали? Они измеряли входную и выходную мощности, грубо говоря. То есть, что такая установка Россия, если я представляю? Это вот такой небольшой цилиндр, к нему подведено два провода, вот, и все. Его еще водой надо охлаждать, потому что он очень сильно нагревается. Вот как раз горячая вода, это энергия откуда снимается. И они этот вопрос делали, тестировали, измеряли все входное напряжение, хоть им и многие не верят, говорят, что Россия там где-то тайно чего-то подводил, что-то еще такое, но, наверное, не подводил все-таки. И действительно, у них оказались очень высокие параметры. В журнале они на основании этих данных, журнал «Форус» известный, не в российской версии, а в американской, опубликовал примерно такие вот вещи. Можно считать, что, значит, единичная мощность генератора Россия, она получается примерно в тысячу раз, точнее, в две тысячи раз больше на килограмм вещества, чем бензин. То есть, эта штука работает с большей мощностью в две тысячи раз, чем бензин. А энергия, которую можно запасти, вот там кусочек никеля, вот этот маленький, она 5 на 10 четвертый. То есть, это в 50 тысяч раз. То есть, вы представляете, какое-то, если я действительно это правда, все или потому, что это правда, какое-то... То есть, это больше чего? Больше чем бензин. Больше бензин еще килограмм, литр или чего-то? Килограмм, килограмм. Килограмм бензина. Там журнал «Форус» опубликовал схемку, точнее, это старая схемка, на которой он просто генератор России проявил. То есть, 50-ти литрового банка, бенеграмм на килограмм. Они с нефтяной эпохи, что ли? Скорее всего, да. Скорее всего, да. Еще интересно сравнить с плутонием, да, в 238-м. Значит, все-таки плутоний, он у нас будет поэффективнее. То есть, он в 200 раз больше, чем этот самый никель и катализатор энергии России. Ну, всего в 200, получается. Да, всего в 200, он посильнее. Но при этом, значит, у нас в 1000 раз больше энергии можно получить с катализатора России, чем у нас с плутонием. Почему? Потому что плутоний. Ну, это основной оружейный материал. Просто он сам по себе, даже когда вы кладёшь холодную воду, кусочек плутония, да, он горячий, поскольку там идет интенсивный распад. Вот это имеется в виду. Разумеется, сравнивается не с адреновым церковным этого самого плутония, а сравнивается вот с такой и такой вещью. То есть, мы видим, что показатели, которые они на основании вот этих тестов независимых ученых воспроизвели, они показываются удивительными. Можно ли верить опять этому или нельзя, является ли это каким-то образом подделкой опять эти данные, я не знаю. Я уже сильно сомневаюсь, что это что-то подделано. Я полагаю, что примерно так оно и есть. То есть, он меня примерно убеждает. Вот это то, что говорит, собственно, о новостях. Теперь, а, собственно, какие у нас теории по поводу того, что у нас там происходит и как вообще это может быть, да, что в настоящее время происходит как бы в мире. Но надо сказать, что то объяснение, которое я предлагал на нашем первом заседании, посвященном холодному ядерному синтезу, оказалось полностью неверным, потому что я вероятность туннельного перехода считал слишком высокой, порядка, я говорил, 10-35-35-того порядка. Она, на самом деле, еще хуже, чем 10-800-тый. То есть, мой механизм, который я пытался изобразить, оказался неправильным. То есть, те 20 порядков, на которые там из пальца можно было высосать, я высосал 20 порядков, они как на артон-кратаках, которые у нас 10-800-тый и больше. Вот. То есть, вот такова, значит, наша ситуация. О чем теперь, значит, единственная, более-менее адекватная теория, которую я знаю, это теория, так называемая гидрина. Что такое гидрина? Ну, мы все знаем, что у нас атом водорода есть не что иное, как связанное состояние между электроном и платоном. Оно, грубо говоря, сферически симметрично, по крайней мере, с его компонентом. И там, низший энергетический уровень, выше энергетический уровень, выше, 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 выше. Вот они и делаются. Обычно, самый низкий энергетический уровень, он занимает. Но при этом атом получается достаточно большой. То есть, он гораздо-гораздо больше вот этого самого протона, который сидит внутрь. Вот. Что такое гидрина? Утверждается, что существуют другие состояния, связанные с состоянием этого атома, в которых электрон оказывается гораздо ближе к гидру, то есть к протону. Просто гораздо ближе. Вот. То есть, в миллионы раз. Такая вот вещь. Как такое может быть возможно? Непонятно, как это такое может быть возможно, на первый взгляд. Но потом, когда мы обращаем внимание на те уравнения квантовой механики Бора, Боровский атом, мы понимаем, что их, по большому счету, никто не решал. Просто были постулаты Бора, и исходя из них, то есть из Дебролевской длинной волны, чтобы на целое количество раз укладывалось на орбитий электрона, из-за этого издавались некие внешние условия. Поэтому... Извинь, а уравнение шедемерства приводит к точно такому же, вооруженному, энергостическому курму? Да, но ты можешь сказать, что они минимальные. Я вот сейчас об этом буду говорить. Как минимальные? Там же... Там... Е, Н, Т, Р, Н, Т, Р, Ч, Н, 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 Р, Н, Н, Р. Примерно равен 1 и минимальный. Надо его попытаться решить. Вот я сегодня о некоторых решениях, вот я сделаю. Потом я расскажу о работе российского физика Александра Труниева. Он работает в Антарио в Канаде. Это российский физик. Я не уверен, что правильно выговаривали, потому что пишут в основном по-английски. Но сначала Александр Труниев. Значит, первое, о чем хочется нам сказать, да, вот такие очень связанные состояния, они названы были гидрином. Почему? Потому что у них электрон оказывается гораздо ближе к фотону. То есть тот же самый атом, только очень-очень маленький. Зачем он нам нужен? Для чего он нужен? А потому что, мы вспомним, как у нас происходит ситуация. У нас, чтобы слился протон и этого никеля, мы должны преодолеть кулоновское отталкивание. Одинакового знака, мы их сближаем, и мы пытаемся это кулоновское отталкивание преодолеть. Было бы полезно, чтобы то, что мы сближаем, она бы обладала бы нулевым зарядом, а не было бы кулоновского отталкивания. На этом основан так называемый знаменитый мионный катарис, предложенный нашими физиками. По-моему, чуть-чуть не делал динейдовичем. В 50-х годах. Что он состоит? Ставится мезонная фабрика, туда запускается мион, а мион – это тот же самый электрон, только гораздо тяжелее. В результате, он образует новый атом водорода, где вместо электрона находится мион. Только он гораздо тяжелее, поэтому атом гораздо меньше. Вот он гораздо меньше. И таким образом, он до определенного периода, то есть до размера вот этого, кулоновского отталкивания нет, только потом он появляется. В результате, действительно, подобный метод позволяет добиться вот этих реакций слияния при гораздо меньших скоростях, температурах, давлениях. Здесь идет о состоянии гидрина, когда сам электрон абсолютно стабильный находится гораздо ближе, чем вот даже к миону катарисе, водородоподобный атом с мионом вместо электрона. Гораздо ближе. Вот он к ему. Вот такая вот эта ситуация. И первым, кто это попытался сделать, это некто Милс. Он выполнил эту работу в 1991 году. Значит, что он решил сделать? Он сразу же сказал, что квантовая механика, господа, скорее всего, не верна. Давайте будем решать эту задачу строго. Уравнение максимум написано для потенциалов. Значит, что он делает? Он полагает, что плотность, зарядовая плотность, она распространяется согласно уголовному уравнению. Квадратики. Вот такая. Значит, векторный потенциал и обычный потенциал связываются через скорость. Хочу отметить, уважаемые публики, ваше внимание, что 100-120 лет назад существовало большое количество гипотез по поводу структуры электрона. Уже 100 лет как этим люди не занимаются. Были написаны эти дираковские уравнения поведения электрона. И после этого люди как бы говорят об электроне как о некой беструктурной частице, которая, значит, обладает каким-то свойствами. То есть она беструктурная, она обладает моментом, импульсом, спином, массой, электронным зарядом и еще чем-нибудь. Такая такая вот вещь. Значит, он утверждается, что пытается решать вот это уравнение подобного рода приближения. Вот это является безусловно, что нам надо. Знаете, это больше всего эта штука мне отрешение раздворяет. Как ВАН, то механик был... У это что здесь? Скорость. Чего? Скорость просто вот распространения, просто вот эти самые электроны или частицы, которые там летают. Центромассы, что? А В? В это некие волны, которые в этой среде распространяются. Так У, наверное, это скорость фронта волны? Нет. Как она? У это вообще скорость вот этой самой частицы. Вот смотрите, вот у вас частица, она описывается... Ну да, можно сказать, что и волны, кстати, правильно, наверное, сказать. Описываются две потенциалы. Вот. В ней этот электрон облетает вот на основании вот этого волны. Нет, подожди. Это ров, в данном случае, плотность заряда? Плотность заряда. Чего? Электроны? Электроны. Электроны полагаются в некое облако. Точнее, в милостном произближении он полагается как очень тоненькая сфера. В сферической симметрии такая. Это ему гипотеза, что вот электрон так устроен. На этом основании он видит, что вот такие всевозможные, вроде выражения. Значит, в чем здесь интерес состоит? Что помимо традиционных состояний, которые атома, он, значит, получил следующие результаты. Первое. Он полностью получил вот эти самые гидрины. Выяснилось, что у нас существует большое количество состояний, которые могут принадлежить электрон, в которых находится гораздо ближе иногда к ядру, чем принято, думаю, сейчас. Вот эти самые гидрины, так называют. Игорь, извините, уравнение-то немножечко странное. Почему? В... Так... Чемным гипотезой? В... 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 Откуда берется? Откуда вот... Вот это вот, откуда? Где взялось-то? В... Если мы пишем уравнение диламбера для четырехмерного потенциала, оно же будет... Тут никакого нету. Почему? У нас же, прошу прощения, у нас же здесь ток. Это ток. Извини. Отожди. Сейчас. Это заряд, это ток. Никаких проблем. Это обычный маршал ГАС был в голову. Раз с этим, то никаких проблем. Поблема вот с этим, с этим гипотезой. Просто вот эта вот штука, я говорю, она напоминает подозрительно квантуру механику Дэвида Боумана. Тогда получается V это скорость а электрона. А вот это одно и то же V. Вот здесь μ долгая-долгая скорость волн. Чистота, наверное. Ну вот такова картинка у него. Значит, что у вас здесь интересно? Ему никто этого не опроверг. Он утверждает, что на этом основании это 1800 страниц по большому счёту английского текста в формате PDF. А с английским, вы понимаете, у меня определённые проблемы, особенно когда они в формате PDF и Google Translate, грубо говоря, трудно доступят в качестве помощи. Он утверждает, что решены следующие проблемы. Во-первых, точно посчитан нормальный магнитный момент электрона. Во-вторых, получено точное выражение для ледно-сквоздига на автомате. Это же этих? Да, из такого гиполиза. Вот. Такая вот ситуация. И третья, которая имеет практические применения, получена в состоянии гипогидрины. Нарост начал по этому поводу сильно возбухать. Но плохо выяснилось, что мы вам всем напомним, что у нас есть ещё такое замечательное волнение. Так. Наверное, так. Наверное, так. Ну, да. Ну, не может. Только МС без квадрат. МС, да. Так. Ну, что у нас тут задействовано, а вот эта функция не для действия. Там будет ФИ, а МС задействовала, равно 0. То есть у нас здесь… Чуть полимируюсь, подожди. А почему без квадратного? Ну, без квадратного. Так, если это уравнение гирака пишешь. Да. Да, без квадратного. Ну вот. То есть у нас есть подобного рода уравнение гирака, которое считается, что оно описывает раллентинское движение электрона. Значит, в чем здесь все фокусы? Потому что гамма – это матрица четыре на четыре. Эта штука, вот эта ФИ, она у нас получается, даже не вектор, а некий более сложный объект, состоящий из четырех компонентов. Две компоненты – это соответствуют электрону, спин на верх, спин вниз, а две нижних – это соответствуют позитрону. Это спин вверх, тоже спин вниз. То есть четыре компонента. Вот эти матрицы гамма вместе с оператором дифференцирования, притом поламятные, четырехмерные, они как бы эту задачку все нам полностью задают. Прикол состоит в том, что ребята после появления работы МИЛСа начали… А ну, знаете, вот это уравнение гирака, оно нещерпаемо, как электрон выражается со словами Владимира Ильича. Потому что это уравнение, которое описывает электрон, по-моему, еще. Они начали этот вопрос решать, и с удивлением увидели, что связанные состояния типа гидрина в нем существуют. То есть уравнения, которые получил МИЛС, дали результаты, они существуют в гираковской этой штуке. Решение, среди решений. Это работа 2005 года. Самое смешное, что работа вполне официальная, вторая, написано архив, я ее посмотрел, она, например, на офис рефалейтас. То есть главная журнала в МИЛС. Вот. Господь. Значит, но они их отбросили. По какой причине? Потому что они утверждают следующую забавную вещь. Они утверждают эту вещь, что у тех решений типа гидрина не существует ни ретейского предмела. То есть не существует решений из уравнения шредингера, которые вытекали. Согласите, что они… То есть они получают, что ни ретейского предмела нет, и на этом основании они их отбросили. Ну вот. Вот. Человек, о котором я сегодня разговариваю, Александр Тронев, он, значит, он занялся, что попытался решить уравнение шредингера в симметрических координатах. Ну вот у нас, согласитесь, что обычно принято решать его в сферических координатах. Потому что вроде бы ядро посередине, а все в сферической симметрии есть. Он его начал решать. И с удивлением получил эти результаты, что ядрина возможна и в обычном мире. Но эти состояния, которые будут иметь сферическую симметрию, а не эту, а не сферическую. То есть если у нас раньше было ядро здесь, и вот так вот, например, облако болталось, или вот ядро здесь, а вот облако вот так вот болталось вокруг него, то здесь оно тоже будет, но это больше похоже на трубочку. на такую. На такую трубочку. Типа на ток. Да. Ну какую-то вот такую вот. И это очень выглядит перспективно, потому что физике уже давно известно так называемое состояние Риттберга. Что такое состояние Риттберга? Это когда ты берешь какое-нибудь тяжелое ядро, обдираешь его от всех электронов кроме одного, а вот тому электрону, который кроме один, ставишь какое-нибудь высокое значение квантового числа. Вот знаете, этот электрон находится не на ближайших орбитах, а находится очень далеко. Вы не поверите, они ухитряются получить Риттберовские состояния атомов размера одного микрона. Представляете, до чего надо вести атом, чтобы он стал размером одного микрона. Вот они такие состояния получают. Но прикол там состоит, почему нам стало это интересно, потому что он имеет не шагообразную форму, а он имеет вот такую длинную палочку форму. Вот это любое Риттберга состояние оно, оно как ни странно вот такое. вот здесь тебе ядро, оно вот такое вытянутое, колбочка. И когда здесь это дело, это расстояние смотришь, это расстояние оно будет гораздо меньше, при всем при его высокой длине, чем было бы, если бы это был бы просто обычный классический атом водорода, находящийся в основном состоянии. Вот это очень интересно. Это облаковероятность или просто облако? Из этой логики это не облаковероятность, это просто облако какое-то. Именно электрон, вот такой электрон такой взятый размером. Из Минцевского подхода. Так а чем в этом смысле гантелеобразная конфигурация хуже? Там же тоже от ядра вот там расстояние небольшое. Да, от ядра небольшое, но в этом самом месте у тебя будет очень мало электрона. И вот стоять у тебя электроны будут где-то находиться здесь достаточно далеко. А когда у нас вот такая палочка стоит, да, то у нас здесь как бы вероятность вот здесь находиться, она будет очень-очень большая. Я вам могу сказать, что то состояние, которое является разрешенным для гидрином, это размер ядра никеля. То есть это очень мало по сравнению с этим радиационным атомом для гидрина. И здесь тоже очень небольшие расстояния. Сказать сколько не могу, но известно, что конечно, что движение в Рейдлерском атоме является квази-однометром. То есть это вот такая палочка, по которой он так ходит и ходит электрон. Вот буквально. И это очень, как бы очень интересно оказывается. Вот. То есть теоретически, на уровне математического формализма нашему замечательному соотечественнику из Канады удалось получить из уравнения Шреддингера решение, которое описывает некие состояния атома гидрина, которые являются сверхкомпактными. Ну это расстояние, но размером когнинской длины волны. То есть совсем плохо. Там такое. И мы понимаем, что в этом смысле экранирование электроном Куломовского потенциала протона происходит до очень маленьких состояний. До тех состояний, на которых точно действует ядерная сила. В результате, как тогда у нас встает при нами задача холодного ядерного синтеза следующим образом. Мы каким-то образом изготавливаем гидрину. Запихиваем его куда-нибудь в решетку того же самого никель. И оно, поскольку на него уже в сумме нейтрально, никакие ядерные силы не действуют. Оно в состоянии сливаться с тем же никель. Образуется наша любимая медь. Бац. Выход реакции. Значит вообще говоря, какие реакции возможны, когда у нас налетает гидрина, скажем, на никель. Что у нас возможно? Значит какие расчеты сделаны? Ну первая реакция какая-то возможна, когда у тебя электрон сливается с протоном, образуется нейтрон. То есть это получается обратный бета минус раствор. Как бы. То есть это вот синтез. Бета синтез получается. Вот. Когда у нас образуется нейтрон, этот нейтрон может работать уже непосредственно с нейтроном. Или просто куда-то улетать. Самое смешное, что теперь, вот эта третья новость, которую я забыл сказать, или надо было сказать, оказалось, что существует все-таки реактор РОС и нейтронные излучины. То есть оно действительно существует. Такой рефер. Ну еще один вопрос. Значит, можно захватить нейтрон. Для этой реакции нужна дополнительная энергия. Потом можно захватить из гидрина, выхватить один электрон. Да? Эта реакция тоже требует положительной энергии. А можно еще сделать так, чтобы протон захватить. Электрон улетит, а протон захватить. Вот та реакция, о которой я вам всегда говорил. Вот она как раз идет с излучением энергии. Для того, чтобы те остальные, как ни странно, что те остальные два канала не были активированы, то есть они не забирали бы у нас энергию, нужны как раз достаточно высокие температуры. Эта парадокс состоит, что холодный ядерный синтез может быть ядерным синтезом эффективным, только когда он холодный. А иначе как бы так быть не может. Вот. Это общие слова по поводу вот этих серий работ, которые начались с 91 года и продолжаются сейчас. Вообще говорят, что проблема холодного ядерного синтеза, я согласен с Высовским, она что-то такое оказывается типа термин фирма для любого физикотеоретика. Но к любому физикотеоретику, который в это дело верит, конечно. Бассовости такой не будет, как с теоремой фирма. Ну на самом деле уже массово. Вот уже массово. Там были десятки тысяч. А, ну может быть. Ну здесь тысячи. Вот. Попытаемся, да, это значит, какую-то, вот я придумал какую-то физическую интерпретацию, уже связан с математикой, пытаемся найти какую-то физическую интерпретацию. Вообще говоря, цилиндрическая симметрия, как ни странно, для нашей задачи является естественной. Почему? Да потому что у протона есть спирт. И он куда-то у вас направлен. Значит, мы задачу должны решать всегда цилиндрически. Но с квантовой точки зрения мы, спирт-то этот, конечно, есть, но никто не знает, куда он направлен. То есть его как бы и нет. Пока мы его не померили, он вообще никуда не направлен. Поэтому с нашей некой абстрактной точки зрения, внешней, задача все-таки имеет сферическую симметр. Очень было бы интересно, если каким-то образом даже не влиять на этот спирт, не выстраивать его в какой-то области, а узнавать, куда он направлен. То, что это узнать, это означает его и задать с квантовой точки зрения. Узнали и задали. Вот каким-то образом, если задать эту, то это будет красивейший квантовый эффект. Если мы понимаем, куда у протона направлен спирт, то мы автоматически с квантовой точки зрения переводим ядро, атом водорода из основного классического состояния, основного боровского состояния, правильно сказать, в состояние гипогидрина в одно из. Кстати, самые низшие энергетические состояния гипогидрина не запрещены. Почему? Потому что у нас электрон, грубо говоря, плюс протон это приблизительно нейтрон. Они вот этим условием не запрещены. То есть самые энергетические, не нижние энергетические состояния. То есть там, по-моему, четвертое разрешено снизу. Вот. То есть вот эту задачку как-то ее надо, надо эту задачку решить и после этого все хорошо. Как ее решить не надо, не знаю, но вроде бы как Россия решает эту задачку, как-то он научился это делать. Никто не знает, как его. И это было бы мило, если бы ребята на Синьюз не опубликовали какой-то патент финских ученых, которые тоже построили следующую задачку. Они брали, например, 10-нанометровый порошок никеля и смешивали с литий-2, БО-4, О-7. А что это такое? Литий-2, БО-4, О-7. А он, значит, он, грубо говоря, это вещество, у него положительные отрицательные заряды разнесены, это перелитры. Вот. Ну обычно, то есть у них как бы он заряжен, но обычно он паразитарными зарядами, он объявлен со всех сторон, и он нейтралит. То есть никаких электрических полей внутри него как бы нет. Но если его нагреть, не давая новых электрических зарядов, то это электрическое поле там возникает. потому что эти два положительные отрицательные решетка как бы между собой раздвигаются. И когда он перемешан с нанокристаллами никеля, то таким образом мы нагреваем систему, и эта система, она физически активна, и она может пытаться вот такое изменение. Частично выстраивать вот эти спины протона вдоль данного направления, и таким образом она переводит водород в гидрина, и задача, что происходит. Они фиксируют гамма-излучение. Они фиксируют следы меди той же. Но они тут же говорят, вот у нас что-то там, может быть это погрешности какие-то. Но мы это видели. Ребята просто пытаются с собой столбить, застолбить поляну, по-моему. Кроме того, они сделали еще следующий эксперимент. Они взяли титан вместо никеля. Они это финны, да? Да, да. Потом они взяли пьезоэлектрик уже. Пьезоэлектрик. То есть мы его сжимаем-разжимаем, и возникает электрическое поле. Иначе его ультразвуком сжимать-разжимать. И самое главное, что точно так же у них начала происходить какая-то реакция. Она достаточно невелика тоже опять. Они тоже говорят, может это следы. Но, тем не менее, с титаном могут произойти тоже трансмутации, подобно никелю. Что там у него следующее получается? Я не помню. И они практически написали некий идеальный элемент, когда буквально с каждым, ну, с финальем они описывали. Вот подобного рода вещи и делаем. То есть мы внедряем какое-то вещество, типа пьезоэлектрика, или пьезоэлектрика, или чего-то еще. И оно нам вот так шевелит. Хотя они ссылаются исключительно на либеровские состояния. Обратите внимание на либеровские состояния. Тоже существует определенная вероятность, когда электрон, грубо говоря, находится в друге ядра. Когда мы сбоку в бок его сделаем, поджимаем таким образом. У кулоновского взаимодействия нет. Вот они вот так говорят. Это вот их работа. Забыл сказать, что и Милс, который классические задачи решает, он еще, по-моему, тогда же в 90-х годах Blacklight Power обосновал компанию. И они проводят всевозможные эксперименты. По их данным, ну, они берут на поверхности того же, по-моему, никеля, используют всевозможные катализаторы, основе лития, палладия, чего-то еще. И, по-моему, максимум, что им удалось добиться, это в 4,4 увеличить выход энергии из аффиксирования, которая здесь больше, чем в химических реакциях традиционных. Как ты думаешь, поверить? Но ему удалось. В этом что-то сделать. Это несомненное свидетельство, как эксперимент Аарата, что холодный ядерный синтез возможен, но с другой стороны, конечно, Росси с его сумасшедшей эффективностью вроде бы как обскакал всех. Значит, какие следствия могут быть? Во-первых, он очень простой, очень маленький и очень легкий этот реактор. И это прикольно. И это вполне возможно, что если это все кажется правдой, все идет к тому, что это правда, что уже через 5 лет мы будем жить в другом мире. И, ну вот, в совсем другом мире. Вот представляете себе, если из него непосредственно энергоза, это же вертолет и возможен. 10 в 5 это больше, чем бензин, только энергет. Посадил его и полетал. Вечные автомобили один раз купили. Вечные автомобили, да, ездящие 10 лет на грамме никеля. Или титаны, или ланадии, или чего-то еще. Вот, это все начинается с отопления. А аккумуляторы? А аккумуляторы, зачем тебе аккумуляторы? От себя спрома упадут. Да, от себя спрома упадут, да. При таких элементах и аккумуляторы действительно нет. А то не другие. У него недостаток, что он циклами работает. Он начал разогревать по помощи электричества. Потом он остывает, дает тепло. В машине с этим можно мириться. А в мобильнике, конечно, сложновато. Ну, в мобильнике зачем? Потому что аккумуляторы. А можно вопрос? А почему изначально речь идет о никеле? То есть... Ну, вот почему-то посчитали, что для никеля это будет... Я тоже не очень понимаю, почему они решили на никеле, естественно, сосредоточиться, а скажем не на том же титане. Не может никеля больше? Нет, ну никель-то более, конечно, доступен, чем титан, но все-таки это ограниченное. Ну, где-то десятая процента, по-моему, земной караи. Так нет, ну просто как... В мире сейчас никелевых месторождений там буквально пальцев там одну или двух рук хватит всего. Нет, то есть как только цены не вырастут, сразу же их будет больше, этих месторождений. Ну, ты могу, да, чисто экономически. То есть пока... Если окажется, что это настолько ценное топливо, то все, что до сих пор было нерентабельно для разработки, станет мгновенно рентабельным. Я вам могу сказать еще, что в золоотвалах, например, в Англии до 8% никеля содержится в золоотвалах. Да, в золоотвалах. Это, в смысле, угольных разработок или чего? Это жгли уголь, получалось золо, золу сваливали в отвалы. До 8%? Да нет, ну это ерунда. Не может быть, тогда бы... Зачем тогда в Норильске бы зарабатывали это? Ну, не знаю, наверное, там... Нет, наверное, со своей долей процента. Нет, 8% как-то... Там все блестело от этого никеля. Нет, нет. Ну, вот есть тоже загадочное свойство, что очень многие организмы любят накопливание для себя. Сильно такое есть. Я вам расскажу про эксперименты Высоцкого, когда-нибудь человек Терри. Он, по-моему, на мой взгляд, исключительно убедительно показал, что холодный ядерный синтез идет в биологических системах. Поскольку он человек русский, ты ему особенно очень реал за эксперименты в пивные дрожжи. Это Владимир Владимирович. Он тоже Владимир, да. Он, по-моему, не Владимир Владимирович. Не певец, да? Не певец, да? Не певец. Следующий кафедр... На мой взгляд. Их, конечно, народ игнорирует, но их игнорирует не потому, что они неверные, а потому что принято думать, что их надо игнорировать. Ну, потому что нельзя с этим жить и понимать. Потому что нравственность такова. Да, нравственность такова, что признавать, что у вас какие-то тупые пивные дрожжи, прошу прощения. Когда что-то очень нужно, например, железо, ухитряться его синтезировать из-за крестных с подручного материала, это признать нельзя. Но нам это очень важно. Мы надеемся, что все-таки Россия вот это паразитарное нейтронное излучение проведет каким-то образом, и тогда с ним можно будет жить и работать. А что значит паразитарное? Потому что там есть нейтронное излучение, я уже говорил. А как его поубедишься? Ну, хранивать надо. Оно не сильное, хотя вот это его, как его, первый руководитель его умер буквально месяц назад. Как его там, Покарли, или как он, не помню, что это называется. Который был деканом в культета-физике в Боломском университете. Да, это опять знаменитый Боломский университет, тот самый, который Маркони. То же самое, который Маркони. Вот это то же самое, который знаменитый Боломский процесс, то есть главный университет Италии. Вот это там радиация есть. Да. Да. Так, да. Может быть научиться любой переводить? Игорь, может любой элемент в любой научиться переводить какой-то ваку. Ну, пока говорят о металлах. Вот эти схемы. Нет, ну, допустим, есть же задача получить золото из всего. Да. Ну, это вот такое же. Тогда золото станет стоить ровно столько, сколько подручный материал. Ну, золото не прикольно, оно же давно не нужно. Ну, оно не нужно, да. Здесь как бы так интересно. Просто если действительно такие запределенные… даже остальные в порядок, в порядок меньше будет. Если будет не 10 в третье, а 10 во второе – это само фантастика. Ну, у нас, боюсь, что наша политическая система этого делает, не переживет как же. Не, ну, это будет с точности по тому анекдоту, когда молодой араб приходит в Великобританию в патентное бюро и говорит, я хочу зарегистрировать, запатентовать идею вечного двигателя внутреннего сгорания. Ему говорят, просите сэр, а вы откуда? – говорит, а я из Арабских Эмиратов. А почему вы у себя не запатентовали? – говорит, ну, я обратился к нашим властям, а мне предложили на выбор – четвертование или коллектование. Вот так и тут. Не знаю, по поводу Филимоненко он действительно ходил, его принято считать за сегодняшний день не сумасшедшим. Считается, что его поддерживали такие крупные хорифеи физики, как Дюртон Стенежуков. В том числе и в том числе, когда я… Ну, по поводу состоит, что Пайнс, во в котором первые холодные едины Синтез, он тюрский тоже ученый, он находился в группе, которая занималась экспертизой на работу Филимоненко. Потом он выехал на Запад со своим поддельным русским решением и в БЛА проведет знаменитую пресс-конференцию, в которой сказали, что в этих электрохимических реакциях возможен термоядерный Синтез. Потом это оказалось неправдой, ну вот. Такая ситуация. Вот, все. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...